Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Сложная жизненная ситуация, отношения длится два с половиной года, летом должна была быть свадьба, но перестал устраивать формат отношений. Есть молодой человек с ребенком от прошлой девушки, если я новая девушка. Все два с половиной года, каждые выходные, я должна уйти в пятницу утром и вернуться в воскресенье вечером для времени отца на ребенка. Увидеться ребенок со мной не может по желанию матери ребенка, которая в свою очередь разрешает своим мужчинам общаться с дочкой. Мой мужчина говорит, что если ты увидишь ребенка, то я его больше не получу. К тому же ему нужно ходить с бывшей девушкой по магазинам за покупками для ребенка и разводить ее ребенка по их просьбам. Я не выдержала и ушла. Мне предложили новый вариант, не уходи. На выходные буду уходить я, но ночевать буду приходить ребенок и будет спать у бабушки. Человек не понимает, что это не семейная жизнь, тем более я никогда не была против ребенка. Начинаю спрашивать, как же наша жизнь, путешествия, развития, своя семья, свои дети. Мне говорят, что я странно работаю, летом в выходные мне надо на огороде с бабушкой быть, а не с тобой, я же ее не пошлю. Любовь Ли Эппл. Вспрашивает автор Наталья. Ну, смотрите, непонятно здесь, по крайней мере мне, про чью любовь конкретно вы спрашиваете. Про любовь, например, вашего мужчины или про свою любовь, потому что это вообще-то говорят разные вещи. То есть есть и любовь у вас, и если есть, то как она, любовь это проявляет, потому что, ну, мужчина справедливости ради вел себя так, как он себя ведет сейчас, да, и он вел себя так. Так, изначально, что-то не значит, изначально, он вел себя вот, ну, с такими, так скажем, приоритетами. То есть такие у человека вот, с приоритетом. Такая у него, так скажем, позиция. Вот. Хорошо это или плохо, в данном случае не важно, да. Вот. Мужчина вел себя вот так, как он себя ведет, потому что изначально он, ну, как сказал, так и делал. И вы так жили. По вашим словам, два с половиной года, вы так, ну, в таких отношениях вы не хотели. Потом, потом, потом у вас что-то перестало устраивать. Так, может быть, вы для себя здесь поняли, что такая модель вам не подходит. Может быть, вы для себя здесь как-то поняли, что такие отношения вам не подходят. Вы сами для себя это поняли. Что касается мужчины, то человек может быть вас и любит, может быть. Но вопрос здесь заключается в том, что несмотря на его любовь к вам, ну, возможную любовь к вам, да, мы не знаем, наверняка любит он вас или нет. Несмотря на возможную любовь к вам, человек, ну, как бы, вот, достаточно зависим, получается, от других людей. И опять же, здесь момент такой, что либо вы принимаете то, что он зависим, или вы предпринимаете то, что он такой. Или вы не принимаете то, что он зависим и не принимаете то, что он такой. Вас никто не заставляет. На что хочется обратить ваше внимание? Ну, наверное, в первую очередь хочется обратить внимание на то, что вы, как мне показалось, воспринимаете ситуацию вот эту. Ну, как, знаете, как бы, как бы, с позиции такой, ну, принимающей, как будто бы страны. То есть, вот, как будто бы вы в этом смысле только выступаете с позиции, как бы, ну, того, 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 такой, такой позиции, что вас ставят вперед факт попасть. Вот. И на самом деле это очень интересно. То есть, такое ощущение, да, что самостоятельно вы самостоятельно свою позицию какую-то не продвигаете. То есть, вы только вот спрашиваете, вы только задаете вопросы мужчине, но вы не говорите, как хочу я. Вот. Понимаете? Как бы, ну, понимаете, в чем здесь заключается проблема? Вам не хватало такой вот собственно активности. Активности. И, конечно, человек привык за то время, что он с вами в отношениях, конечно, конечно же он привык к тому, что вы делаете, делаете вот так, как хочет он. Вот. То есть, ну, он захотел, да, вы ушли, он захотел, а значит, что там вы подождали и так далее. То есть, на мой взгляд, то, что вы ждали, что человек изменится, то, что вы ждали, что человек поменяется, вот это исключительно ваши ожидания. Ожидания. То, чего вы, по сути дела, ожидали и то, что не случилось. Вот. Вы говорите о том, что вы вот, ну, не выдержали и ушли. А чего, чего вы не выдержали? То есть, ну, в этом смысле вот. Вы, получается, мирились с тем, что вам не нравится. Почему-то. Понимаете, да? То есть, почему-то вы с этим мирились. Вот. Но это нужно обратить внимание. Ну, дело в том, дело в том, что любовь, любовь, это не когда я терплю то, что мне не потушил. А любовь, это когда я готова, так скажем, принять то, что несёт мне, ну, мой партнёр. Скажем так, вы не обязаны принимать, вы не обязаны этого делать, ни в коем случае. Но, тем не менее, и прислушиваться к тому, что вам приемлемо, а что не приемлемо, тоже необходимо. Вот, если вы этого не делаете, то, ну, за вас этого не сделает никто, к сожалению. Вот. Поэтому я думаю, что такой ответ вам необходимо здесь, ну, дать и предложить. Вот. То есть, необходимо вам для себя определиться с тем, чего же я всё-таки хочу, да? Чего же мне всё-таки надо. Вот. И если вы человека не предпринимаете, вот, то, ну, не мучить, не мучить, как бы не мучить в таком случае ни себя, ни его. Ну, а если вы соглашаетесь на какую-то реальность, в которой живёт мужчина, да, и, в принципе, любой другой человек, то, соответственно, это означает, что вы эту реальность принимаете. Вот. Я повторюсь, никто вас не заставляет. Это очень важный момент. Никто. Никто не заставляет вас делать то, что вы не хотите. Вот. Ну, кроме, возможно, вас саму ради чего-то, ради, там, получения, например, чего-то, что вы, ну, хотите, допустим. И так далее. Вот. Только, ну, вот, как видите, не факт, что вы это получите. Вот. Вот. Поэтому, да, для мужчины это может быть любовь. А для вас это не любовь, потому что у вас другие предпочтения, другое видение отношений. И это нормально. Абсолютно. То, что вы описываете, выглядит как то, что вы довольно сильно необычно на мужчину выглядит как то, что вы, ну, злитесь на него. И так далее. Вот. А это зло, по сути, раз в чём она не оправдалась ваших надежд. А там, что мы скажем, любовь или любовь, это не любовь, не любовь, ничего не изменит. Ну, по сути. Ну, вообще, ничего не изменит. Вообще. Потому что, ну, всё останется так же. И мужчина будет таким же. И вы будете такой же. Вот. То есть в этом смысле вообще ничего не изменит. Смотреться мужчина всегда на свою позицию. Вот. И продвигать её. Если для вас такие отношения неприемлемы, нужно об этом заявлять. Либо, ну, просто вот предупреждать, что… Мужчина вам дорог. И его там плюсы… Какие-то плюсы, да, мужчины… Как бы перетягивают, ну, минуты. Вот. Что, опять же, абсолютно нормально такое может быть, а может и не быть. Вот. Зависит здесь много от ощущений. Ну, конкретных ваших ощущений. Вот. А то, что вы вот, ну, спрашиваете, это больше… Судит о том, что к своему ощущению вы довольно глухи. Вот. Ну, ничего. В этом смысле страшного, да, нужно научиться себя, конечно же, слушать. Вот. 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 В этом вам поможет психолог как раз. Вот. В себе разобраться. Я бы еще рекомендовал бы изучить треугольный кара Карпана. Вот. Потому что, на мой взгляд, вы в нем находитесь сейчас. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.